Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – цветы и с вами рамы, изготовление нарцисса. Цель нашего урока – познакомиться с весенними цветами и познакомиться с технологией изготовления нарцисса из фоамирана. Итак, сегодня мы с вами научимся изготавливать вот такие нарциссы. Для начала познакомимся. Итак, нарцисс – это растение луковичное семейство аморельсовых. И как у всех луковичных, у него шесть лепесточков. Серединка у нарцисса имеет форму коронки, в данном случае такого желтого цвета. Сам цветочек имеет белый цвет. Листики у нарцисса параллельные, вытянутые. И стебелек – огромная форма, которая имеет вот такой вот изгиб небольшой. Ну, а теперь, какие нам понадобятся сегодня материалы. Сам фоамиран. Фоамиран. Выберите более тонкий. Миллиметра два, максимум три или миллиметр. Нам понадобится сегодня зеленый, белый, желтый или оранжевый фоамиран. Также нам понадобится тейп-лента, проволока. Далее зубочистки или вот такие вот деревянные палочки. Собственно, шаблоны, которые вы можете также найти в интернете, либо воспользоваться той ссылкой, которую я вам отправлю. Материалы для работы – это ножницы, утюг и клей-пистолет. Вы уже знакомы с технологией изготовления тюльпана. Технология изготовления нарцисса очень похожа. Поэтому сейчас приступим к пошаговым действиям. Итак, начинаем со стебелька. Берем проволоку среднего размера и начинаем обматывать ее с помощью тейп-ленты. Теперь будем обводить шаблоны. Вот обводим на фоамиране шаблоны с помощью зубочистки. Надавливаем, чтобы у нас получались бороздочки. Делаем аккуратно, плавными линиями. Серединочку обводим. Таким же образом будем обводить листочки. Обводим таким образом, чтобы экономить фоамиран. И начинаем вырезать. Вырезаем плавно. Не торопимся. Круговые движения делаем тоже плавно очень. Обратите внимание, что детальки у нас мелкие, поэтому очень аккуратно и плавно работаем ножничками. Аккуратнее, ребята, будьте в том плане, чтобы не порезаться. Вот у нас получаются вот такие вот детали. Теперь мы начнем их сейчас прогревать на утюге. Итак, берем первую детальку, придерживаем ее аккуратно очень с помощью палочки. Вот когда она у вас вот так упадет, уже округлые лепесточки будут, мы с помощью обратной стороны палочки рисуем желкование. Сначала срединную прямую линию и дуковые две по бокам. Вот такое вот желкование у нас получилось. На первой детали прогреваем вторую деталь таким же образом. Вот они начинают округляться. У вас делается выкуп, пуклыми отпускаем. Вот поправляем. И так же рисуем желкование. Сначала срединную линию и две по бокам дугообразные линии, которые повторяют очертания лепестка. У вас должно получиться три линии на каждом лепесточке. Вот закончили мы, поправили их, сделали более естественные формы, посмотрели, приложили их друг к другу. Вот. И теперь прогреваем серединочку. Также считаем до трех. Раз, два, три. Вот округлилось. Теперь смотрите, торцевой стороной палочки вставляем в серединку и прокручиваем между пальчиками. Еще раз показываю. Вставляем в серединку торцевую сторону палочки, прокручиваем между пальчиками. У нас получается гофрированная такая серединочка. Точно так же мы прогреваем листики. Аккуратно, ребята, они узенькие. Не прикасайтесь к утюгу. Прокручиваем кончики листиков, проводим дуговую линию. То же самое делаем со вторым листочком. Вот так вот делаем линию, прокручиваем кончики. У нас получились все детальки прогреты. Теперь мы будем делать сборку. Для этого первую детальку мы, вот мы ее так нанизываем, делаем серединочку. Теперь взяли стебелек, наносим на кончик клей и серединочкой приклеиваем первую детальку. То есть нижний слой трехлепестковой детали. В центр наносим капельку клея, небольшую. И центр приклеиваем таким образом, чтобы лепестки первой детали находились между лепестками второй. Вот у вас такой должен получиться шестилепестковый цветочек. Смотрим. Теперь придаем еще более естественную форму. Вот я их вот так вот пальчиками, ноготочками вытягиваю, поправляю, делаю так, чтобы какой-то лепесточек был ниже, какой-то вот выше, как это обычно бывает в природе. Теперь серединку берем и приклеиваем в центре. Приклеили. А теперь я покажу вам, как можно сделать еще в нашей желтой серединке. Еще такие тычиночки. Вот нарезали. Смотрите, маленькие такие вот кусочки. Прям как крупа. Теперь в серединку маленькую капельку клея. И пока он горячий этот клей, мы посыпаем вот этой крупой из фоамирана в эту серединку. Аккуратненько засыпали весь клей, чтобы его не видно было, и поправляем острым кончиком палочки. Вот таким вот образом все поправляем, чтобы было все аккуратно. И еще я предлагаю вам краешки нашей серединки желтенькой покрасить в оранжевый цвет. Я вот крашу с помощью пастели, если у вас есть. Если нет, можно воспользоваться фломастером. Аккуратненько краешек подкрасить, чтобы он гармонировал с оранжевой вот этой вот серединкой. Ну и теперь осталось нам приклеить листики. Листики приклеиваем. На основание наносим клей. Будьте аккуратны с клеем. Он горячий. И приклеиваем. Вот так обхватываем стебелек. Поддержим немножко. Все приклеился. Приклеиваем второй листик таким же образом. напротив первого листика. Обхватили. Подержали. Вот у нас с вами получился такой цветочек, который называется поэтический нарцисс. У него такое название. Ребята, вот у кого, например, не желтый, а оранжевый фоамиран, нужно оранжевую сделать в серединку. И вот вместо вот этих тычинок можно сделать бусинку туда приклеить. Посмотрите, тоже интересно смотрится. Итак, ребята, мы с вами сегодня научились изготавливать нарциссы своим ранам в задание для самостоятельной работы. Изготовить 2-3 цветочка и посмотреть, почитать легенду о нарциссе и уметь ее рассказать. Удачи! До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok